Субтитры делал DimaTorzok Сектор просветления на барабане Ну что, мы в Улан-Удэ, столице буддизма на территории России Находимся в Дацане на Лысой горе Один из, ну самый крупный Дацан в черте города В черте Улан-Удэ Только что смотрели, вот сам Дацан Смотрели на Буд А как называются эти штуки? Знаешь? Как называются эти штуки называются? Да, яй Да, круто Вот так вот Хочу и еду Вроде-ка, ну хоть как оно все равно громко Вот это звон Хоть как оно все равно громко Вот звон так звон Подожди Давай ты Будешь бить? Будешь бить? Бить не громко Один раз Понял? Воеваться Теперь будем делать видос Что-то запутались Так Почему это яблоко это пристроить? Мы находимся Познакомьтесь Это Аня Я Аня Аня Великая путешественница Вообще И моя спутница по святым местам Улан-Удэ Сейчас мы находимся в Волгинском Дацане Это мировой центр буддизма И уж точно центр буддизма в России Здесь находится нетленное тело Кого? Этигелова Нетленное тело Этигелова Монаха, который попросил себя захоронить И спустя много лет Точнее, по-моему, 80 Его расхоронили И его тело по-прежнему нетленное И говорят даже у него растут волосы до сих пор Вот такие дела И потеют руки Да? И потеют руки даже Ну волнуется, конечно Столько внимания к ним сейчас И вот мы с Аней Осматриваем местный Дацан И раскручиваем 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 цилиндры разного калибра Тем самым Читая Мантры Читая мантры, да Для того, чтобы Буддисты очень хитрые Для того, чтобы не заучивать молитвы Мантры Они придумали цилиндры И крутя цилиндры Каждый оборот цилиндра Это одно Прочтение молитвы Для того, чтобы Цилиндр разнес ее По ветру Людям Вот Мы здесь Еще здесь нет мусора Да, еще здесь нет мусора И так как Аня Ну не такая уж Бюджетная путешественница Игрызки она не ест Мы вот уже полчаса Ходим с огрызком в руках Не зная, куда его выкинуть И раскручивая бесконечные цилиндры Сейчас мы Сейчас мы находимся У главного здания У главного здания Этого Дацана Вся территория Буддистского храма Называется Дацан А отдельное его здание Называется Дацан Нет, нам сказали сегодня По-другому как-то На Б В общем Все здесь в таком Причудливом стиле Одинаково Причудливом С огромными глазами Странными Зубами Святой Кот Вот Сейчас мы Попробуем зайти В здание Главного Дацана Съемка там запрещена Но мы хотя бы чуть-чуть Чуть-чуть попробуем Что-нибудь Заснять А вот Таня пошла Выкидывать огрызок Куда Святые места Ай-яй Видно что-нибудь Мне кажется должно быть видно Вот Ну территория съемка Запрещена Мы чуть-чуть Попробуем Снимать Попробуем Так Нам с Аней удалось Аня видно? Видно? С Аней удалось Невозможно Мы Заполучили За 250 рублей Билет Для того Чтобы лицезреть Лицезреть Нетленное тело Святого монаха Тигелого Это Можно сделать Лишь 8 раз в году И За 250 рублей Я Пошел По кратчайшему Пути наименьшему Сопротивлению И сейчас Я думаю Там точно Видеосъемка Будет запрещена Но мы Сейчас попробуем Увидеть И Посмотрим Потом Раз Поделюсь впечатлениями С вами Нормальное бабло Короче Оказывается Таких как мы По 250 рублей в день Приезжает из Монголии Примерно 500-600 человек в день Теперь мы Методами Сложных Арифметических Расчетов Умножаем 250 на 500 И получаем Что Получаем Неплохой доход С одного Нетленного Монаха Нам Кстати удалось Проведя по территории Найти Нужный нам Дворец Нужный нам Дворец Нужный нам Храм Вот он Перед нами Красиво Очень здание Кстати говоря На фоне Мы остались Сейчас мы В него Отправимся Для того Чтобы Обновичить Наш билет И прикоснуться К святому Какие ощущения? Обычные Я стала Святой Пошли посмотрим Нагоревшее здание Что? Мне удалось Увидеть Незленное тело Этигелов 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 Получается Ну Конечно Конечно Я вам так скажу Все что можете Почитать в интернете Можете почитать А все остальное Приезжайте Смотрите сами Вот Но еще Мне удалось Получить Вот синяя лента На моем рюкзаке Это А у этой тряпки Есть у тебя? Ой Не забыла Есть у нас У меня специальная Бурятская тряпочка Буддистская На которой завязан Алмазный узел В непосредственной близости От непленного тела Этигелов И тем самым Этот узел Способен хранить меня В сложных жизненных ситуациях А также в дальнем пути Что мне собственно И не помешает Вот В общем В общем на этом Наверное И все Поездим домой Да? Наверное Может быть еще Походим здесь А нам нужно еще Статуи найти Да Ну все Вам пока Так Мы В кафе Домашняя кухня На территории Минского Дица И сейчас Я буду кушать Позы Позы Для нас Белорусы Это как Большие пельмени Но на самом деле Это совсем не так Это Действительно большой пельмень Но который готовится Исключительно на пару Это тесто В котором внутри Говядина Разное по-разному А тут говядина Вот у нас говядина По мнению эксперта И Они готовятся на пару И там встает сок Который после того Как ты надкусываешь Позу Или бузу Надо выпить Вот такие дела Продолжение следует...